Следующий принцип осознанного общения в отношениях, это он называется ассертивное поведение. Ассертивное поведение. Шестой принцип. Что это такое? Осознанные люди, они идут путем ассертивности. Смотрите, бывают две крайности в взаимоотношениях. Когда, например, конфликт, когда человек вас обижает, когда человек заходит на вашу территорию, когда человек делает вам дискомфорт. У нас есть две крайности. Первая крайность – это пассивность. Это позиция жертвы. Что это значит? Это значит, что вы терпите. Вам плохо, и вы терпите. Терпила жертву. Это первая крайность. Другая крайность – когда вам плохо, на вас наезжают ваши близкие, вы начинаете агрессировать, и там тоже вслед, и кричать, и орать, и тарелками бросаться, и кто-то матерится. То есть есть две крайности реакции на грубость. Первая – пассивность жертва, и вторая – агрессия ответная. А что такое ассертивность? Это посередине. Я вам сейчас расскажу, что такое ассертивность. То есть смотрите, когда ты в позиции жертвы, ты глушишь свои эмоции. Ну, к себе это тушишь, терпишь. Когда ты агрессия, ты их выражаешь. А когда ассертивность, ты говоришь в зародыше. Ты говоришь в зародыше о том, что ты чувствуешь своему партнеру. Позвольте мне привести пример. Это очень развито на Западе, но совершенно не развито в России. Это то, чему нам, россиянам, нужно научиться. Это потрясающий инструмент – ассертивное поведение. Позвольте привести пример. Вы со своим партнером поехали к его родителям. Ну, например, мужчина, муж поехал с женой к его родителям. И он там на своей территории, тетя, дядя, мама, все. И он начинает как бы над вами шутить, потрунивать, как-то злые шутки, подколки. И вам это неприятно. Такая часто была. Или при друзьях там. Эль как-то нас зовет или обзовет или скажет. А там прекрати или там замолчи, или еще рукой махнет. Вам это неприятно. И вот смотрите, вы можете терпеть как жертва, да, эта пассивность. Или вы можете сказать, слышишь ты, Вася, чего ты тут на кого-то рот поднял? То есть, ну, агрессия начинается, скандал, крики, да. А как сделать ассертивное поведение? Ассертивное поведение очень просто сказать. Дорогой, когда ты говоришь вот такие слова, мне это слушать неприятно. Я чувствую, что ты меня не ценишь, и я не чувствую себя любимым. Я надеюсь, что наши отношения, они построены на любви, и для тебя важно, что я чувствую. Так вот, вот это мне неприятно. И я буду очень тебе признателен, что ты больше такого делать не будешь. То есть, смотрите, ты не замалчиваешь чувства, и ты их не выражаешь, ты проговариваешь, что ты чувствуешь, и ты апеллируешь к его душе, ты апеллируешь к его сердцу, да. Или, например, когда ты говоришь своему партнеру, давай вот так вот сделаем, он говорит, да ладно, что ты там? А ты говоришь, слушай. Когда ты говоришь, да ладно, что ты там? Я чувствую себя пустым местом. Но я не пустое место, я личность, которая поверила тебе, и пошла за тобой, и согласилась с тобой быть. И надеюсь, что я не ошиблась. Или, может быть, я ошиблась. Если ты будешь это повторять, значит, я ошиблась. Вот это ассертивное поведение. Когда ты проговариваешь то, что ты чувствуешь. Это так же и с детьми. Вот дети иногда, особенно когда маленькие, они могут что-то неосознанно сделать, какую-то нехорошую, неприятную вещь. Вот я наблюдал однажды такую историю. Маленький ребенок, ему дают хлеб, и он этот хлеб кидает, говорит, фух, хлеб, это ерунда, дайте мне шоколадку. И вот здесь была такая история. Его мамочка, да, и она как у него базили... Знаете, есть такие мамочки, которые дети там творят, там кричат, где-то на площадке все, он говорит, успокойся, успокойся. Он там ей уже леща бьет, плюет на него, успокойся, ну уж, успокойся. Знаете, такие, да? То есть это позиция жертвы. То есть ребенок такое проявляет, и она такая, ладно, ладно, тихо. То есть позиция жертвы. Потом был тут ее отец, ветеран войны, он говорит там, слышишь ты, мы там, он говорил правильно, со своей письмой говорит, мы там воевали за хлеб. Хлеб – это жизнь всему головам. В блокадном Ленинграде люди умирали, они за этот хлеб, там это, ты его кинул, ты... Ну, он говорил правильные вещи, но ребенок-то этого не знал, он не был в Ленинграде, да? То есть я вам привожу пример. Пассивность, да, и агрессия. Пассивность со стороны мамы, да, и агрессия со стороны деда. И тут там был вот дядя, который более-менее вменяемый, да, и он присел и говорит, прекратите, прекратите. И он присел и говорит, малыш, смотри, с хлебом так поступать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, хлеб – это символ жизни, потому что раньше продуктов было мало, был только хлеб, и люди жили хлебом. И хлеб – это выражает жизнь. И все живое и неживое имеет уши, имеет вибрацию. Когда ты бросаешь хлеб, ты как будто так к жизни относишься. И на самом деле шоколад не такой полезный продукт, там только сахар, и его много есть нельзя на самом деле, и самые полезные продукты, они не такие вкусные. То есть он ему объяснил, и он говорил, и кроме того людей обижать в это бросаешь хлеб. И он просто объяснил это ребенку, он сказал, я понял, хорошо. Вот это ассертивное поведение. Ты не становишься в агрессию, и ты не становишься в пассивность. Поэтому вот осознанные люди, они вот действуют таким образом.